Итак, всем привет! Давайте еще раз поговорим про РК-слейерство. Снова серьезный разговор спустя полгода. Многие говорят, что раньше было лучше, а сейчас мы скатились. Кто-то считает наоборот, что сейчас мы вышли на пик и мега крутые. Тогда давайте садиться и вспоминать, как все было на самом деле. В далеких-далеких временах, годах, до времен байпаса у РК не было высокогерцовых мониторов. И когда топ-слейеры защищали Ятагорасу, ну иностранные, мы имели супер-монстров в лице Гудсмайла, который бита лоу-экстримы на 60 фпс. Ни о каком массовом прохождении бладбафа даже не шла речь, какие там Ятагорасу. У нас нет норм фпс и, соответственно, нет норм слейеров. Вот мы и отстали по достижениям, но не по скиллу, ведь на 60 фпс играть труднее. Потом в нашу жизнь приходит фпс-байпас. И вот всякие фендриги, синоны уже могут уничтожать Ятагорасу и Эребусы. И вроде как без напряга. И всё стало ещё более отлично, когда в игру вступил Нейрон, который вырвался вперёд среди лучших игроков мира. Эру Блавласт и Кримсен Плэнта мы прошли на 5 с плюсом благодаря ему и даже опередили время. Но Нейрон также быстрее закончился всем этим. Его Ливу поспособствовала саму РК в том числе. И наступает кризис. Новые топовые демоны проходить некому, кроме Дольфи. Был намёк на Индиса, но он погрузился в инактив. А дальше можно бесконечно говорить о том, что с 2020 года по 2022 мы капец как апнулись. Сейчас в фаерворк прошли столько же людей, как когда-то Зодиак, ну в РК. Но в реальности мы развились куда медленнее остального комьюнити. И даже багаж Нейрона был постепенно перебит. Ведь если взять его прайм-версию и посмотреть на его достижения и попытки, то сейчас можно найти минимум 9 игроков, играющих лучше. Это точно. А спорно, все 15. То есть на него опираться уже не стоит. Сейчас единственный игрок мирового класса в РК это Дови. Но он и не дотягивает результатами до топ-5 мира. А остальных наших, так скажем, про-игроков нету даже в двадцатке мира. То есть мы в моменте ничем не лучше условной Колумбии, у которой был свукер с такими же результатами на единицу времени. Это, откровенно говоря, плохо. На нашего топ-2 и топ-3 РК игрока я могу найти по 5 игроков с США и Англии вообще спокойно. В Пуинт-3 и в глобал-листе самая большая страна РК стоит ниже них. И то по чистому скиллу могли быть еще ниже. Мы больше, потому что завязаны на фармерстве демонов. Оттуда мы по общему количеству очков выше Англии, которые очевидно на 5 голов нас выше по скиллу. И кто-то мне скажет, Клоу, это же нормальный результат. Мы в топ-3 мира, вау. Но, друзья, я не могу представить свою жизнь без аналогии. Не могу также представить, чтобы условная сборная Франции по футболу, находящаяся в топ-3 стран по рейтингу футбола, выходила на чемпионат мира не за победой, а чисто, ну, топ-3 давайте. Че, там все, даже топ-8 Испания за победой выходила, алло. Если у вас нет совершенно соревновательного мышления, и мы, будучи сверхдержавой, должны довольствоваться бронзой или топ-5, то это видео не для вас. Вы ни с чем не согласитесь. Топ-демонов и другие топы содержат соревновательный подтекст. Можете играть ради фанова в дейли уровне, я не знаю. И не заходите никогда в демон-листы. Не врите, что не следите, кто сейчас там лучший игрок. ГД это соревновательная игра. И все, точка. А теперь давайте поведаю вас курс делом. За основу следующего высказывания возьму поинтер-крейт, чтоб не было оправданий, что мы просто левела без оценки не биты им, а так-то мы крутые. Блин, че за озвучка этого из властельных колец эльфа. Ахерон, в РК прошли 0 человек. Никто даже не близок к этому. Комьюнити, который метит на лидерство, обязана иметь пройденный топ-1 всегда. Ну окей, еще не успели. Окей, не успели, все. Слаутерхаус. Никто не прошел с РК его. Никто. Близок улыбочку из Аликс. Куйоки пока что успели битнуть двое, но не мы. И выходит, что ни одной победы на топ-3 у нас нету. Ни одной на топ-3. А вот. Дови близок, чтобы его пройти, но тоже не прошел. Кроме нашего топ-1 игрока, никто не может это сделать даже близко. Сайлент Клаб Степ. Никто не прошел. Ни единой победы на топ-5. Ни одной. Сокупен Серклс прошел Дови. Напоминаю, это наш МВП. И это исключение, знаете, из правил у нас. В Фейерворк прошли 4 игрока с РК. Из 23 игроков. 4 наши. То есть меньше 25%. И при этом это топ-7 демон. И пока что за все топ-7 демоны у нас 5 побед. Лимбо. Никто не пришел. Покупит никто. Арктурус. Только так мастер. Из топ-10 поинтера у нас 6 побед. 6 побед суммарно. И не говорите, что Лимбо и Покупит свежие демоны мы просто еще не успели. А вот почему-то Англия и США успели их пройти. За это же время. А нам видимо нужно снова подождать года два. Тогда мы покажем класс этим Покупитам. Как сейчас Голдену. Когда правда все уже будут битать Этернал Найт. Ну окей, не успели. Еще не успели мы Обливион. За Галлюцинашн Майхом. Подумаешь, полгода в год прошло. А мы не успели еще. Ребят, мы вообще в топ-3 заслуженно. Это что за позор? Нет, конечно. Мы просто жалкие. Это позорище. Самое смешное, что у зарубежных игроков нет никаких преимуществ над нами. Мы просто слабые ментальные нытики, которые не умеют играть. Мы нихрена не можем. И Вафф, который вроде как имеет большой легитный скилл, стримит сейчас Бладбафф на 360 фпс. Даже я, будучи контентмейкером, способен сделать что-то больше на своем пике. Вот серьезно. Я не вижу смысла как-то мотивировать даже нынешних игроков. У меня к ним как-то пропадает уважение. Алло, что за сборная газмяса? У нас все какие-то беспомощные, кроме Дови. А из будущего одна надежда на Фауко, Лоликли, Баттера и Сервакса. Я начинаю проводить нафиг селекцию. Все. Я создаю слеерский канал, где будет ответ на каждый вопрос по слеерству. Что делать, если потерял консистент, застрял на уровне, много попыток первой практики, биты ли его, лесенка уровней, подборки демонов на скилл. Короче, все, что сбрендит в голову вам, каждый вопрос, каждая трудность, там будет все. Просто энциклопедия нафиг. Там уже я выложил несколько видосов. Пишите в комментах любую проблему или вопрос, связанный со слеерством. Я сниму видосы на каждую тему. Я сниму на каждую тему. Я создам-то гигантскую библиотеку, говорю же. Я знаю, что таким методом я не повлияю на слеерство более чем на 12,5%. Но я сделаю хоть что-то, и через год-два мы увидим результаты моей меры. Пройдем, наверное, один обливион больше. Так вот, ребята, те, кто метят на какие-то результаты в этой игре, я вам расскажу основы, которые я понял за 4000 часов в игре. Подписывайтесь на тот канал и ловите... Че ловите? А, и задавайте вопросы в комментах обязательно.